Бок о бок трудятся коллеги. Студенты из сборного медицинского студоотряда с разных уголков России работают в больницах и поликлиниках нашего региона. Успешно ли выяснил Аким Самедов? Трудовой семестр коллег в самом разгаре. Студенты медвузов и колледжей из Иркутской, Нижегородской и Новгородской областей, Пермского края, Москвы и, конечно, Архангельска работают в 11 медучреждениях области. Дмитрий Суслов из Новгорода сейчас занимает должность постового медбрата. В работу включился быстро, а вот к белым ночам пришлось привыкать. Работал здесь до выхода процедурной медсестры из отпуска в процедурном кабинете, то есть ставил капельницы, уколы, с документацией работал. Сейчас непосредственно на посту уже занимаюсь работой с пациентами, таблетками и давлением артериальным. Благодаря проекту, который реализуется с 2017 года, студенты могут не только познакомиться с системой здравоохранения, но и увидеть особенности работы больниц и поликлиник в другом регионе. Наша деятельность достаточно богата. В основном главная цель – это, конечно же, трудоустройство ребят, которые приехали к нам со всех уголков России. В общей сложности это более 80 человек, которые устроены в медучреждения Архангельска и Северодвинска. Инициатива по созданию медицинского студотряда принадлежала региональному Минздраву. Разговор с его главой на самые разные темы – от компенсации проезда к месту работы и организации питания до вакцинации и набирающей обороты диспансеризации. Учреждения благодарят, поскольку сейчас действительно период отпусков. Много работников медицинских и немедицинских находятся в отпусках, поэтому нагрузка системы здравоохранения ни в коем случае не снижается. Сейчас все больше и больше людей, к сожалению, болеет COVID-19. Организовывается вакцинация, организуется глубина диспансеризация. И каждые свободные руки для нас крайне ценны и важны. В ближайшее время министерство обсудит с главами медучреждений все вопросы и предложения, которые поступили от студентов. Пока же коллеги продолжают нести вахты. Окончание сезона 20 августа. Аким Самедов, Евгений Зыков, Регион 29.